МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Нургалис Абитов. Это программа «Дежурная часть». Чрезвычайные происшествия, громкие дела, уголовные расследования и изменения в законе. Все это в нашем проекте. Следующие 5 минут. Выпало из окна. Несчастный случай расследуют в октябре. Ночные гонки в столице. Автонарушитель пытался скрыться от полицейских. На смену паводку в Алматинской области разгорелся лесной пожар. Начнем программу с печальных новостей. В Петропавловске мужчину придавило стеной во время разбора частного дома. От полученных травм горожанин скончался на месте. Погибшему было 49 лет. В полиции завели дело по статье нарушения правил безопасности при ведении горных или строительных работ. Тем временем в Шемкенте тело мужчины нашли в реке. Обстоятельства гибели и личность человека правоохранителям только предстоит выяснить. Отмечается, что погибшего обнаружили девочки-подростки в Янбекшинском районе. Неизвестное, что случилось с 22-летней Актюбинкой. Она выпала из окна третьего этажа и сейчас находится в больнице. В квартире, как рассказали близкие пострадавшей, она была со знакомым. Он же был рядом с девушкой, когда она лежала окровавленная на земле. Вместо того, чтобы вызвать скорую, парень просил ее сказать, что она упала сама. Это услышала из окна соседка и позвонила стражам порядка и врачам. В полиции заявили, что по делу задержаны двое мужчин. Кто второй, пока не уточняют. Расследование проводится по статье «Доведение до самоубийства». Все участники данного инцидента доставлены в отдел полиции. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия. Согласно материалам уголовного дела, как потерпевшие, так и доставленные лица ранее знакомы. В Атерау отца подозревают в сексуальном насилии над двойняшками детям по 3,5 года. Об ужасающем случае рассказали общественники. Позже информацию прокомментировали правоохранители. В областном департаменте заявили, что уголовное дело ведется с ноября прошлого года. Сейчас проводится дополнительная судебно-медицинская экспертиза. По словам мамы малышей, о страшных событиях, происходящих в ее доме, она не знала, так как много работало. В Туркестанской области изнасиловали школьницу. В злодеянии подозревают местного подростка. После того, как о случившемся узнали в селе, машину и сарай подозреваемого подожгли. В полицию отмечают, что сейчас обстановка стабилизировалась. И возможного насильника и людей, которые испортили чужое имущество, задержали. Урожайный день вышел у полицейских Астаны. Они поймали 8 преступников, объявленных в международный розыск. Из них половина из стран СНГ. В свою очередь, иностранные коллеги тоже содействуют в поисках беглецов. Так в Новосибирске задержали казахстанского мошенника, который с 2015 года уклоняется от наказания. По версии следствия, мужчина вместе с друзьями организовал автобизнес. Продавал через сайты объявлений машины из США и Европы по ценам ниже рыночных. Правда, до покупателей ни одно авто так и не дошло. После получения предоплаты предприниматель исчезал. Таким образом, ему удалось заработать 40 миллионов ценге. Ночную погоню устроил житель столицы. Так он пытался избежать наказания за пьяное вождение. Автопатруль несколько раз требовал мужчину остановиться, но нарушитель только набирал скорость. Стритрейсера удалось задержать лишь возле автозаправки, блокировав движение автомобиля. Он получил 15 суток и лишился водительских прав на 7 лет не только из-за езды под шофе, но и из-за нарушения нескольких правил ПДД, скрываясь от полицейских. На заметку, в Казахстане внесли поправки в правила регистрации транспортных средств и подготовки водителей. Теперь красивые номера можно переоформить на близких родственников или оставить себе, переехав из другого региона. Для облегчения процесса регистрации транспорта мы отказались от ряда бумажных документов по его техническим характеристикам. При первичной регистрации транспорта в Казахстане эти документы мы будем получать в электронном формате из базы данных государственных органов. В то же время в целях исключения рисков мошеннических действий при получении госуслуг возвращено требование о необходимости нотариального заверения сделок купли-продажи автомобиля. Вслед за большой водой пришли пожары. Несколько дней ЧП длится в Алматинской области. Сначала в Балхашском районе загорелся камыш, а после плана перекинулась на земли лесного фонда. В общей сложности огнем охвачено 31 гектар. По факту начато уголовное дело уничтожение или повреждение лесов. Виновным грозит до 8 лет с конфискацией имущества. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова